Гости из Лисичанска. Что же такое болезнь Бехтерева? Новый уровень развития нейросетей. Про наука совсем скоро. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Максим Мартынов. В Казанском федеральном университете начался прием заявок на Олимпиаду Магистриум. В ней могут принять участие студенты с 3 по 5 курс и выпускники вузов. Победители и призеры заключительного этапа получат в электронной форме сертификаты и дипломы КФУ и возможность поступить в Казанский федеральный университет на обучение по программам магистратуры без вступительных испытаний. Олимпиада состоит из двух этапов. На северный вокзал Казани прибыли учащиеся школы Лисичанска в рамках профильной смены для детей, проживающих на территориях новых субъектов Российской Федерации. Подробности расскажем далее. Волонтеры и представители Казанского федерального университета встретили гостей из Лисичанска, которые приехали в Республику Татарстан в рамках проекта университетской смены. Поезд прибыл ровно по расписанию, так что все было на готове. Студенты из разных институтов помогали ребятам с чемоданами и сопровождали их до автобуса. С приветственным словом выступили директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания Юлия Виноградова и проректор по комплексной безопасности Казанского федерального университета Ришат Гузеевов. Они пожелали школьникам хорошего настроения и успехов. Десять дней проведите в самых красивейших местах Татарстана. Это в Елабуге. Красивые места, классические места. Там, где писала свои картины Шишкин. Там, где находится филиал нашего Казанского федерального университета. Я думаю, что вам понравится и город Елабуга. Это музейный город, один из самых чистейших городов вообще по Волжии считается. Смена будет проходить на базе Елабужского института Казанского федерального университета. Программа расписана не по дням, а по часам. В течение десяти дней ребята будут слушать лекции и посещать музей института. Участвовать в мастер-классах, танцевальных флешмобах, а также спортивных соревнованиях. Проект познакомит ребят не только с культурой и историей Республики Татарстан, но и с вузом, который с нетерпением будет ждать их возвращения в качестве студентов. Сегодня студенческий актив Казанского федерального университета. С удовольствием встретили ребят, пообщались с ними после приезда. Позитивным настроением, которое ребята привезли с собой и привезут дальше в Елабугу. И проводили их. Эта смена не первая и не последняя. Все потому, что для многих участников эти 10 дней становится началом настоящей дружбы между школьниками и педагогами, студентами, сотрудниками и преподавателем структурных подразделений Казанского федерального университета, в котором всегда рады друзьям. Участники проекта «Университетская смена», который проходит при поддержке Министерства просвещения России и Министерства образования и науки России узнают больше об истории и культуре Российской Федерации, Республике Татарстан и Казанского федерального университета. Кристина Отекина, «Универновости». Болезнь Бехтерева – аутоиммунное заболевание с тяжелыми последствиями. Она способна разрушать суставы позвоночника, из-за чего человек может стать инвалидом на всю жизнь. Количество больных в мире составляет от 1,5 до 3%. Российские ученые из Национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова протестировали новый препарат для лечения болезни. Можно ли его использовать в терапии? Расскажем далее в сюжете. Болезнь Бехтерева – это хроническое заболевание, при котором происходит поражение суставов и позвоночника с последующим сращиванием элементов между собой. В результате участки позвоночного столба полностью теряют подвижность, из-за чего человек становится инвалидом на всю жизнь. В России количество людей, страдающих болезнью Бехтерева, составляет примерно 0,3% от населения. До недавнего времени основными способами лечения были массаж, иглоукалывание и физические упражнения. На тяжелых стадиях проводили операции, вставляли искусственные суставы. Но это не гарантировало полное выздоровление и требовались усиленные занятия гимнастикой. По словам ученых, скоро можно будет обойтись и без хирургического вмешательства. Болезнь Бехтерева – это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором происходит поражение суставов и сращение элементов позвоночника между собой. То есть позвоночник теряет гибкость, также поражаются другие суставы, также может поражаться радужка глаз, почки, сердце. Аутоиммунное заболевание – это, по сути, когда иммунная система организма неправильно начинает узнавать саму себя и начинает атаковать себя, вместо того, чтобы защищать нас от инфекций или, например, онкологических заболеваний. Исследования этой болезни ведутся еще с 1920-х годов, когда русский невролог и физиолог Владимир Бехтерев подробно описал причины и ее симптомы. На протяжении долгих лет велись работы во многих научных лабораториях. В Национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова, как заверяют сами ученые, работа над созданием препарата велась 15 лет. Первые клинические исследования начались в 2021 году. Два года вели наблюдение и сбор информации об эксперименте над лекарством. В научных статьях они описали удачный пример применения препарата. В ходе одного исследования удалось добиться ремиссии пациента и значительно уменьшить боль. Это первый в истории случай, когда удалось остановить прогрессию на довольно длительный период. Немаловажно и то, что ученые смогли добиться и уменьшения структурных изменений суставов. Ученые нашли новую мишень на так называемых аутореактивных Т-клетках, то есть аутоиммунных Т-клетках собственной иммунной системы пациента. И эти антитела, связываясь с этими аутореактивными Т-клетками, снижают их активность и тем самым замедляют развитие заболевания. Но на самом деле эта публикация, на самом деле это часть фундаментальных работ, связанных с поиском, вернее исследованием точных механизмов, как этот препарат, эти антитела действуют. А сам препарат уже находится на второй стадии клинических исследований. Первый мед Сеченовский университет на своей базе совместно с компанией Биокад проводит клинические исследования, которые уже показали безопасность препарата на первой фазе клинических исследований. И сейчас компания и университет приступили ко второй фазе клинических исследований. Ученые утверждают, что препарат может послужить основой для производства эффективных лекарств для лечения различных аутоиммунных заболеваний. Еще осенью 2022 года Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы исследования. Если испытания будут удачными, то препарату выдадут сертификацию. Ожидается, что лекарство будет пущено в массовое производство в течение двух-трех лет. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Универ Новости. 21 век. Искусственный интеллект охватывает почти каждую часть нашей жизни. От мелких бытовых моментов до сфер, включающих в себя медицинские и производственные задачи. Сейчас на аэросети научились распознавать потенциально неприемлемый контент для детей. Как это работает, разбиралась наш корреспондент. Недавно один из российских музыкальных сервисов представил обновление. Он научился блокировать и ограничивать доступ к аудиоматериалам, которые могут нанести вред детям. Еще 1 сентября 2012 года вступил в силу закон Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. По нему видео и аудио хостинги должны были тщательно наблюдать за контентом, который выкладывается на их площадках. Если тогда алгоритмы могли выполнять только часть работы по поиску потенциально опасного материала для детей, то в наше время искусственный интеллект научился полностью распознавать медиапродукты, которые содержат нежелательные слова и призывы к опасным для жизни действиям. Как правило, треки с недетским содержанием обозначают специальные буквы «Е», что означает «explicit content» в переводе на русский «нежелательный контент». На сегодняшний день нейросети находятся на высоком уровне развития. Буквально последние несколько лет масштаб развития нейросетей приобрел особый характер. То есть, если раньше использовались классические алгоритмы машинного обучения, то сейчас, конечно, все используют именно нейросети. То есть, включая как в России у нас активно это все развивается, так и в Казанском университете. То есть, в частности, нейросети используются как в областях, например, машинного зрения, медицины, так и с точки зрения анализа текстов, анализа изображений на различные уязвимости, на различный опасный контент. То есть, как это работает? Каждой картинке, например, или каждому тексту расставляются какие-то метрики от нуля до единицы. И на основании уже вот этих опасностей нейросеть не сама блокирует контент. Нейросеть посылает операторам информацию, что есть вот с такими-то оценками, такие-то изображения или такой-то текст, и уже операторы решают. На сегодняшний день уровень развития нейросетей позволяет распознать даже малейший намек на опасный контент. Внутренний процесс работы искусственного интеллекта вмещает в себя долгий путь обучения. Изначально главную работу делает человек. Именно он отправляет запросы и жалобы администраторам хостингов. Только после обработки множества таких жалоб технология распознавания может самостоятельно определить не только наличие нецензурных слов, но также призыв к незаконным действиям. Например, в песне скрытно завуалированы мотивы экстремизма или опасное поведение лирического героя. Нейросеть распознает это и поставит аудиоматериал в нужную категорию или направит запрос для его удаления. То есть на самом деле нейросеть сама по себе ничего не сможет. То есть это не просто алгоритмы, которые работают. А нейросеть, она работает на базе какой-то выборки, какого-то обучения. То есть первоначально, чтобы найти вот этот самый опасный контент в социальных сетях, в интернете, это все размечают люди. То есть поступают жалобы, люди отмечают, какой именно опасный контент. То есть, например, на картинках. В современной нейросети они способны распознавать не только образ на самих изображениях, но и проводить анализ то, как образы эти относятся друг к другу. То есть, например, они распознают не только саму, например, опасную или запрещенную символику. Они распознают, например, что не просто есть человек, а там, например, человек с ножом. Или человек производит какие-то опасные действия. И на базе вот этой скопленной информации уже расставляются метрики, то есть как это работает. Каждой картинке, например, или каждому тексту расставляются какие-то метрики от 0 до 1. И на основании уже вот этих опасностей нейросеть не сама блокирует контент. Нейросеть посылает операторам информацию, что есть вот с такими-то оценками, такие-то изображения или такой-то текст, и уже операторы решают. На базе Казанского федерального университета существует лаборатория, которая занимается развитием искусственного интеллекта. Помимо распознавания лингвистического текста и модерации нецензурных выражений на просторах интернета, сейчас разрабатываются и другие социально значимые проекты. Все это говорит о том, что цифровое будущее не за горами. Мало того, оно уже приблизилось вплотную. Валерия Карташова, Маргарита Михайлова, Универновости. 10 ноября во втором высотном корпусе Казанского федерального университета пройдет крупнейший ежегодный фестиваль про наука, где десятки спикеров расскажут и покажут гостям, как наука может быть интересной. О том, что включает в себя программа мероприятия, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. С 2016 года во втором высотном корпусе Казанского федерального университета ежегодно проходит крупнейшее научно-популярное мероприятие, включающее в себя лекции от именитых спикеров, мастер-классы от приглашенных экспертов и интерактивные площадки от институтов КФУ. 26 октября открылась регистрация на сайте фестиваля. В этом году экспертами станут не только заслуженные профессора и преподаватели, но и талантливые молодые исследователи, выпускники и студенты КФУ, а также приглашенные спикеры. Про наука в КФУ – это научно-популярный проект, который пройдет в Казанском федеральном университете уже в 17-й раз. На самом деле у этого проекта большая история, и с каждым разом наша серия выводит нас на новый уровень, в том числе и благодаря спикерам, благодаря нашим коллегам-ученым, благодаря коллегам, которые создают атмосферу и интерактивы на площадках фестиваля. В числе тех, кто готов поделиться с гостями фестиваля своими знаниями, можно встретить сразу нескольких авторитетных спикеров Казанского федерального университета. Среди них – директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов, который прочтет гостям лекцию «Третий глаз. Внутренние часы и здоровье». Директор Института искусственного интеллекта робототехники и системной инженерии Дмитрий Чеклин, в свою очередь, поделится с гостями знаниями в области промышленной революции и античности. На самом деле, не менее ярких выступлений мы ждем, конечно, и от наших коллег из Казанского федерального университета. Будут выступать и проректоры, и директора Института, причем на совершенно разные темы. Это промышленности, IT, в том числе кибербезопасность. Так и мы узнаем от наших коллег, сколько же стоит на самом деле астероид. Я думаю, эту информацию нигде нельзя больше найти, кроме как, придя к нам на «Про науку» уже в 17-й раз, который на этот раз называется «Код ученых». Генеральными партнерами выступили Российское общество знания и телеканал «Наука». А главным организатором признан Казанский федеральный университет. Основным информационным партнером научного фестиваля «Про наука» станет телеканал «Универ ТВ». В рамках фестиваля пройдет кастинг телеведущих, где принять участие может каждый. Главный приз – возможность стать не только постоянным ведущим ежедневных выпусков новостей, но и других научно-популярных программ телеканала. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, «Универ Новости». 32 школьника из разных городов России, среди которых Белгород, Москва, Нефтекамск, Самара, Альметьевск, приехали в Казань для того, чтобы улучшить свой английский язык и познакомиться с уникальными возможностями Казанского федерального университета. Discover English – это образовательный проект КФУ для школьников. В его основе лежит концепция «эдьютеймент» – интерактивного, практикоориентированного и увлекательного обучения. В течение этой недели ребята проходят интенсивы по программам подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и Олимпиадам по английскому языку вместе с экспертами-преподавателями Высшей школы иностранных языков и переводоведения Института международных отношений Казанского федерального университета. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok